всем привет и добро пожаловать в обновление рынка гласнот за 14 января и сегодня мы с вами посмотрим вернулся ли биткоин из мертвых мы стали свидетелями этого ралли с 16500 до 21 буквально за несколько дней и иногда биткоин такие вещи делать любят делать такие движения буквально пока мы поворачиваем голову и сегодня мы с вами посмотрим набор очень интересных дэшбордов и это новый способ представления данных на самом деле мы показываем это впервые новый набор и тип дэшбордов которые мы выпускаем и как всегда просим вас сообщить обратную связь по поводу этих изменений это нам очень помогает понять что вам нужно а также помочь вам объяснить и чтобы прийти к общему знаменателю это очень важный вопрос который мы обсудим в деталях и как я заметил ранее биткоин показал очень впечатляющее ралли мы действительно вернули большинство потерь которые произошли после краха ftx и это выглядит как очень хорошее восстановление после довольно болезненного медвежьего 2002 но нам нужно оставаться объективными и опираться на базовую информацию потому что реальность в том что ничто не движется по прямой очень и очень маловероятно что мы проснемся завтра и увидим исторический максимум для биткоина в итоге что мы с вами постараемся сделать с этим конкретным набором инструментов это разобрать множество концептов о которых мы с вами разговаривали до этого и сфокусироваться на нескольких ключевых вопросах и действительно постараемся дистиллировать множество ончин аналитики так как люди зачастую смущаются огромным количеством показателей и инструментов так что мы постараемся с этим набором дэшбордов провести тематическое исследование нашего рынка наш выпуск мы разделим на четыре простых темы каждая из которых будет состоять из двух показателей которые мы изучим но внимательнее всего мы будем смотреть на слияние на обобщенные результаты так как и не существует просто одной серебряной пули нет единственного показателя который ответит на наши вопросы поэтому мы изучим различные показатели различных граней базовых показателей рынка и попытаемся увидеть картину которую они сообщают совместно мы будем искать повсеместную целостность так что эти инструменты предназначены для того чтобы помочь вам и понять как эти четыре темы объединяются в один результат и найти общий результат по многим уровням ончейн аналитики и так мы изучим четыре разные темы мы рассмотрим ключевые ценовые модели имеющие психологическое значение мы посмотрим на ончейн активность как эталон активности в сети мы посмотрим на рентабельность желаю убедиться что рынок имеет возможность переварить получение прибыли нежели медвежий рынок превращающий все в потери мы хотим перехода к более прибыльному состоянию и мы также хотим видеть динамику средств в обороте показывающую благоприятный баланс богатства обычно на последних стадиях медвежьего рынка нужно оставаться сильно убежденным чтобы не потеряться и слить всех спекуляторов а также людей которые пришли за ростом цены возвращаясь к ситуации поведения ходлеров после чего начинается переход к возвращающемуся бычьему рынку и так в контексте всего сказанного на какой ключевой вопрос мы хотим найти ответ как нам проложить дорогу через последние стадии медвежьего рынка биткоина так как реальность в том что даже с учетом этих зеленых свечей мы не знаем как закончится медвежий рынок может быть ему конец а может и нет и здесь мы попробуем найти ответ на вопрос закончился ли медвежий рынок если закончился или нет то какие инструменты мы можем использовать чтобы быть уверенным в своем решении вот на что мы сегодня посмотрим и очень надеюсь что вам данный дэшборд понравится и как всегда пожалуйста дайте обратную связь ссылка на этот дэшборд будет расположена в описании под видео пожалуйста посмотрите у вас должна быть продвинутая подписка для того чтобы воспользоваться преимуществами конкретно этих моделей и мы определенно рассмотрим в подробности все эти модели так что у вас будет понимание что на самом деле они из себя представляют поехали итак перед нами дэшборд восстановление биткоина после медвежьего рынка и так те у кого есть продвинутое членство вы ее можете найти в левой панели под сигналами восстановление биткоина после медвежьего рынка как я говорил она доступна будет только для продвинутых и про пользователей но если вы только присоединились глас ноду и видите это видео впервые обязательно изучите его и посмотрите целиком и как всегда вы можете задать мне любые вопросы в секции для комментариев и так что это за такие причудливые графики что ж сегодня я говорил о темах которые мы с вами будем изучать и то что сейчас находится перед нами представляет каждую отдельную когорту и так снизу у нас есть полоса она показывает ценовые модели и если они зеленые то значит оба показателя в этой категории в порядке то есть это говорит о состоянии здоровья текущего рынка мы посмотрим на ценовые модели представлены зеленым мы посмотрим на загруженность сети то есть он чейн активность насколько сеть активна и это представлено желтым мы посмотрим на рентабельность рынка где мы хотим увидеть переход от режима потерь когда люди покупали на верхах а продавали на низах мы хотим увидеть как это начинает переходить к прибыли и это будет представлено синим а также мы посмотрим на баланс богатства представленный красным мы хотим видеть очень сильную базу ходлеров. Одновременно с этим, как мы наблюдали за возвращением прибыльности, действительность бычьего рынка заключается в том, что в рынок возвращается сила. У нас есть очень мощная основа ходлеров, усиливающая рынок. Так что мы видим, что богатство на дне во время медвежьего рынка обычно сконцентрировано у ходлеров. И как на сцену заступает бычий рынок отсюда и докуда бы он ни шел. С этого момента мы начинаем наблюдать трансформацию богатства ходлеров, новым покупателям. Эти циклы, которые мы наблюдаем отыгрывающими снова и снова во время ончейн аналитики. И здесь мы с вами видим синие и темно-синие зоны плотности цены. В этой модели берется в расчет то, сколько из данных 8 сигналов, черная линия внизу скажет нам, сколько из данных 8 сигналов преодолели границу, которую мы ищем. Светло-голубая говорит нам, когда 5 из 8 сигналов, то есть более 50%, сигналов сработали. И когда сработали все 8, мы видим темно-синюю. И как вы можете видеть, что конкретно этот набор данных моделей не пытаются поймать абсолютное дно рынка, так как попытка найти дно – это задача для дураков. Это невозможная задача. И люди пытаются это делать бесконечно. Что мы с вами ищем – это соединение из многих разных показателей. И это мы пытаемся сделать по всем четырем фундаментальным наборам, когда у них у всех палец вверх. И мы с вами ищем момент, когда этот показатель максимально перегрет, приближаясь к крайним стадиям бычьего рынка. Когда мы приближались к вершине 2013, мы видим, что все эти сигналы сработали. И для многих это было очень будоражаще для того, чтобы заходить в рынок. Но для тех, кто действительно пытается думать на шаг вперед, эти темно-синие зоны означают момент, когда все становится немного перегретым. Так что об этом можно подумать с двух сторон данного уравнения. Но в любом случае, в этих конкретных наборах моделей, то, что мы ищем, отвечая на наш вопрос – каким выглядит восстановление медвежьего состояния биткоина, в результате чего мы хотим увидеть, и чтобы получить положительные сигналы о том, что тренд, вероятно, начинает восстанавливаться. Поехали. Итак, начинаем с зеленой зоны. Что у нас здесь с вами – это ценовые модели. Это довольно просто. Это одна из самых простых моделей, которая, по сути, показывает, когда у биткоина было уверенное трендовое направление. И у нас здесь две модели. Первая – это цена реализации. То есть ончейн – себестоимостная база рынка. И причина, почему мы ее используем, в том, что в каждом медвежьем рынке, включая март 2020 и даже текущий медвежий рынок, какое-то время мы находимся ниже реализованной цены. Это средняя цена каждого биткоина в тот момент, когда он последний раз двигался. В итоге перед нами агрегированная себестоимостная база. И когда цена ниже этого уровня, то средний биткоин-держатель находится ниже уровня воды. И, кстати, когда мы находимся ниже, это значит огромные прибыли монет Сатоши и заработки ранних майнеров коту под хвост. То есть картина скорее страшная, чем впечатляющая. Вторая – это 200-дневная скользящая средняя. Почему? Потому что для большинства аналитиков, включая и традиционные рынки, и ончейн-аналитику, и технический анализ. 200-дневная скользящая средняя – это очень распространенная модель. А главное, она используется для отделения быков от медведей. Так что здесь мы с вами используем очень простую логику. В итоге она станет зеленой, если цена находится выше в обоих из этих моделей. Эта зона станет зеленой. Но если по крайней мере одна ниже, она станет бесцветной. Так что здесь мы ищем сигнал высокой уверенности, когда мы находимся выше в обоих из этих моделей, которые очень распространены в мире биткоина и в традиционных рынках, включая технический анализ. Но что удивительно в отношении текущей структуры рынка, и причина, почему видео выпущено сегодня, в том, что у нас образовался первый зеленый бар. Сейчас, в нашем ралли, мы видим и 200-дневная средняя, и реализованная цена охотятся оба сверху, в районе 19500 до 19700. И принимая во внимание то, что мы перевалили 21к, это первый случай, когда обе эти модели просигнализировали в одно время. Так что пришло время внимательно за этим следить, у нас сработали обе модели, сработали одновременно. Но не забывайте, у нас могут быть моменты, когда обе эти модели сработали, затем мы откатились. Поэтому нам необходимо подтверждение, и поэтому мы не используем только лишь эти модели. У нас есть еще целый набор моделей для получения дополнительных уровней уверенностей. И теперь мы переходим на территорию ончейн активностей. Этот показатель выражен желтым, и говорит он нам то, когда сеть жива. Когда мы наблюдаем больший приток пользователей, больше транзакций и выше комиссии. И первый, о котором мы также говорили несколько выпусков назад, это импульс новых адресов. Здесь представлено красным то, что среднемесячная ончейн активностей, выше среднегодовой. Так что среднегодовая это долгосрочная база. В итоге, есть ли у нас среднемесячный скачок, то есть выше ли краткосрочная активность по сравнению с долгосрочной годовой. И у нас был всплеск активности после краха FTX. И мы видели, что она долго держалась выше среднегодовой. То есть у нас был желтый сигнал на конкретно этом показателе. Но будьте внимательны, у нас могут образовываться фальстарты, то есть образовываться взлет и падение. И как только у нас образовался этот первый уровень выше, нам нужно внимательно за этим следить, чтобы он не упал обратно. Так как сеть может стать еще более тихой, и это будет нездоровым сигналом. Но с другой стороны, если он продолжит держаться на уровне, как было в 2019-м, медвежий ранок продолжился в том году. Но общий долгосрочный тренд, в котором мы наблюдали больше активности, при этом сеть продолжала расти. Несмотря на то, что цена это не отражала. Что позволяет вам посмотреть на фундаментальную часть этого уравнения. Также у нас есть импульс выручки по комиссиям. То есть здесь мы используем тот же самый концепт. Только смотрим мы здесь на комиссию с точки зрения давления спроса на свободное место в блоке. То есть была ли активность, даже если происходил рост адресов, обеспечивающая наличие полных блоков, наличие давления комиссий и заторов в сети. И этот показатель внизу будет сигнализировать синий кривой. Когда заторов нету, а блоки относительно пусты. И в целом сеть выглядит не перегруженной. Этот показатель будет синим, а желтого сигнала не будет. И это как раз то, что происходит сейчас. Давление комиссии очень вялое. У нас не увеличиваются заторы. Но все же эта модель слегка нас предупреждает. Посмотрите, в 2019 году также был очень легкий тренд. И только после марта 2020 мы восстановились до предколлапсного уровня, когда давление комиссий начало возрастать. Но в любом случае информация о комиссиях дает нам гораздо больше уверенности в нашем блоке. И при этом мы наблюдаем начало роста давления комиссий. Поэтому действительно важно объединять данные импульса новых адресов вместе с показателем давления комиссий. Оба эти сигнала, срабатывая одновременно, дают нам больше уверенности. Сейчас, пока мы видим только один. Это импульс новых адресов. А теперь мы переходим на территорию рентабельности. И почему этот вопрос важен? Ответьте на вопрос. Сколько к вам людей подошло и сказала? Вот это да. Я все потерял. Великолепно. Все, что я покупаю, падает в цене. Супер. Обожаю этот актив. Довольно нечасто, верно? Наоборот. Когда люди начинают заходить в рынок, образуется дополнительный спрос. В результате актив начинает двигаться в бычий рынок. В итоге люди начинают получать прибыль. И обычно в этот момент они об этом сообщают друзьям. Эй, я получил прибыль. В результате начинают расползаться слухи, подтвержденные фактами. Но, как вы заметили, во время медвежьих рынков происходит обратное. Особенно последние месяцы. И здесь у нас представлена модель А-СОПР. Модель А-СОПР на 30-дневном среднем скользящем. И как вы здесь можете увидеть, она стремится быть ниже единицы на протяжении большей части всего медвежьего рынка. И здесь мы изучаем возможность рынка тратить монеты, независимо от размера транзакций. Это важный момент. В модели А-СОПР не берется в учет размер транзакций, а только лишь то, что транзакция в итоге была прибыльной. И важность этого заключается в том, что киты и креветки в данной модели находятся на одном уровне, потому что мы не берем размер транзакций, а лишь берем в расчет уровень PNL. И здесь мы смотрим на большую часть рынка. Если ты креветка и тратишь 100 долларов на ончейне, получая прибыль в 10%, то твое влияние будет совершенно такое, как и у кита, который переместил тысячу биткоинов с 10% прибыли. В итоге мы хотим увидеть на 30-дневном скользящем среднем более долгосрочную и более высокую уверенность. Мы хотим видеть высокую приверженность к прибыли. Мы не ищем дно, но мы не ищем ничего похожего. Мы лишь смотрим за тем, стал ли тренд здоровым и уверенным за долгое время. И говоря в целом, обычно данная модель стремится показывать положительное значение по нескольким периодам на ранних стадиях уверенного и правильного бычьего рынка. Например, в 2019 мы видим ранние сигналы, а после коронадампа мы в итоге получили этот положительный импульс. И сейчас эта модель пока не показала значение выше единицы. Мы видели значение выше единицы на асопр, на более мелких таймфреймах, но этого не было на 30-дневном скользящем среднем. И если это положительный тренд и он начнет показывать определенные импульсы, у этой модели появятся всплески выше. Но до этого это говорит нам о хорошем закреплении на якоре, чтобы нам не оказаться затянутым в этот хайп. И эйфорию мы можем использовать эту модель, которая скажет нам действительно ли есть импульс, или это всего лишь шум в сковородке. Так что это хороший показатель, чтобы вас приземлить, так как он качественный и медленный. Ему требуется некоторое время, чтобы сработать, но когда это происходит, это значит, что уверенность пришла. И по очень схожему концепту, но только лишь теперь с действительной привязкой к объему. Теперь эти киты и институционалы будут иметь большее влияние на происходящее, нежели креветки. Коэффициент реализованного PNL. По сути, он берет коэффициент между реализованной прибылью в долларах против реализованных убытков. И он будет здесь разделен этой черной линией. Если выше единицы, то прибыль больше, чем потери. И аналогично ASOPR, мы видим, что большее время медвежьего рынка мы проводим ниже этой черной линии. Но как только мы ее пробиваем и удерживаемся, обычно это становится синонимом с полноценным бычьим рынком. Взгляните сюда, мы преодолели единицу в девятнадцатом, но быстро скатились обратно, по причине того, что упав с уровня 14 тысяч, образовался значительный откат вниз. Но обратите внимание, что это также использует 30-дневная скользящая средняя. По той же причине. И как вы видите, мы все еще держимся на низах. И аналогично ASOPR у нас был небольшой всплеск, но при этом в этой конкретной модели у нас еще не сформировалось подтверждение формирования аптренда. Так что модель рентабельности, выраженная в синем, нам также не показала сигнала. Это отличный инструмент, чтобы спуститься на землю в наших ожиданиях в долгосрочном тренде, и действительно помогает нам понять, что происходит с точки зрения рентабельности и в ситуации, когда мы придерживаемся долгосрочного подхода. И теперь мы с вами переходим к четвертой теме. И здесь мы посмотрим на динамику в обращении. И говоря о динамике обращения, то речь идет о том, кто заимел какие монеты и когда. Мы часто его объединяем с такими инструментами, как волны ходлеров и показателями жизненного цикла. Как долго объем монет находился в состоянии спячки, и сколько таких держателей, держащих монеты долго, и кто они. Итак, модель R-HODL Multiple основана на коэффициенте R-HODL. Возможно, кто-то помнит, что этот инструмент позволяет отследить очень молодые монеты. Моложе, чем одна неделя, сравнивая монеты от года до двух. Монеты от года до двух гораздо ближе к ходл, в то время как недельные монеты в своем движении являются горячими монетами. И на низах медвежьих рынков мы видим с вами, что этот показатель будет стремиться к очень-очень низкому значению. Этот индикатор показывает, и в левой части есть инструкция, что низкий показатель означает доминацию монет от года до двух. Это значит, что богатство в большей степени переместилось к ходлерам. И эти монеты являются преимущественным объемом в обращении. Напротив, показатель более высокий означает доминирование недельных монет. Как они стали недельными, а потому что ходлеры, держащие их от года до двух, продали их кому-то еще. И эти рыночные макушки мы видим, что колеблются сильно. А во время медвежьих рынков их значение очень низкое. И как вы видите, с июня прошлого года мы находились в очень низком диапазоне за всю историю, связанную с медвежьими рынками. Но что действительно здесь важно, это то, что нам нужно увидеть рост данного показателя за 90-дневный период. Почему так? Потому что ходлеры прошли через серьезный шторм. Они также сделали свою домашнюю работу. Они лучше поняли биткоин, механики рынка, его структуру немного лучше. Требуется немного мужества, чтобы пережить медвежий рынок. И что мы здесь ищем, это достижение очень низкого уровня. Эта модель станет фиолетовым, на самом деле сигнализируя здоровый тренд. Когда ходлеры смогут потратить свои монеты, передавая свое богатство обратно новым покупателям, что сигнализирует приток нового спроса, ходлеры получают возможность реализации прибыли, а мы наблюдаем их убежденность начать продавать. И помните, это может работать в обоих направлениях, когда они просто ищут ликвидность для возможности выйти. Но одновременно эти ребята, которые придерживаются уже какое-то время в течение медвежьего рынка, у биткоина есть это потрясающее свойство. Люди это понимают, и они тратят часы своей жизни, пытаясь понять то, что происходит в сети биткоина. Итак, что мы здесь видим? Это передача средств от ходлеров обратно навстречу более свежим покупателям. И это показывает и появление нового спроса, показывая, что ходлеры появляют возможность со стола забрать часть прибыли. И, естественно, это может показывать прибыльность в долгосрочной перспективе. Но сейчас мы видим передачу обратно этих средств в макромасштабе. Так что это комбинированный показатель, показывающий фундаментальную реальность, которую мы пытаемся увидеть. Как бы достижение момента насыщения этих старых рук. И, по мере движения цикла, появляется естественная гравитация в противоположном направлении. И последнее, на что мы с вами посмотрим, также находится в реалиях динамики в обороте. Здесь находится объем, находящийся в прибыли. Как вы можете сами догадаться, когда цена поднимается, то монеты, которые были куплены ниже текущей цены, находятся в прибыли. Мы воспринимаем их как нереализованную прибыль. И здесь мы с вами смотрим за тем, как только цена начинает двигаться вверх, мы видим все большее количество монет, оказывающихся в прибыли. И совсем недавно мы с вами видели очень небольшое поднятие цены. Говоря об относительных показателях, речь идет про 10%. Мы поднялись 16500 на первой 10% ралли, которое привело 13% всех монет в обороте, обратно в состояние прибыли. Что это значит? Я думаю, между 16500 и 18200 в этом диапазоне находится 13% объема, образовавшиеся в результате чьей-то капитуляции и накопленные кем-то еще. И этот скачок цены относительно маленький, всего лишь 10% рост цены, привел к росту 13% всего объема в состоянии прибыльности. Итак, эта модель смотрит на 19-дневный период и показывает, есть ли у нас аптренд в объеме, который стал прибыльным. И здесь я хочу отметить, по мере движения бычьего рынка, как ралли начинают образовываться, мы наблюдаем все большее количество монет, становящихся прибыльными. И на ранних стадиях бычьего разворота этот показатель начинает боковое движение. И аналогично здесь, показатель движется в боковике, хотя цена растет, но модель идет в боковике. Даже во время вершин 2013-го мы поднимались не сильно выше. Почему? Люди во время этого движения, это фаза ходлинга. Это ходлер, наслаждающийся движением. И по мере движения рынка к историческому максимуму, весь циркулирующий объем оказывается в прибыли. Вот почему кривая идет горизонтально. Каждая монета в обороте, по определению, становится прибыльной. Но во время данного процесса, перераспределение монет от ходлеров к новым покупателям делает рынок слишком сильно перегруженным вверху. В итоге, что происходит, это как только мы получаем значительный откат вниз, и начинается очередной медвежий рынок, образуется очень резкое и крайне чувствительное смещение направления тренда, показывающих, что все монеты, перераспределенные на последних стадиях бычьего забега, во время максимальной эйфории и максимального воодушевления, мгновенно погружаются в зону убытков. Мы это видели в мае 2021, когда большой и перегруженный сверху рынок резко слился в даунтренд. Мы видим здесь этот сигнал, практически сразу этот момент погас. Аналогичную ситуацию мы видели во время октября и ноября 2021. После вершины образовался очень резкий разворот, когда перегруженный сверху рынок развернулся и стал убыточным. Итак, у этой модели сработает фиолетовый бар, когда за 90-дневный период у нас образуется аптренд по всем монетам, имеющим прибыль. И мы видим, что чем больше цена растет, все больше монет становятся прибыльными, и мы начинаем движение сюда, в эту область ходлеров, которые, по сути, были в убытках во время медвежьего рынка, но постепенно начинают получать вознаграждение. И как вы видите, все эти модели затрагивающие четыре темы. Ценовые модели, ончейн-активность, сетевая ориентабельность и динамика обращения. И дистилляция этих концептов к двум показателям в каждом, с дальнейшей дистилляцией их в очень простую модель, о том, сколько у нас имеется включенных сигналов по этим показателям. И зеленая кривая показывает значение всех восьми. Сколько из них между нулем и ста процентами, сколько из них всего в настоящий момент сработали. Давайте укрупнимся и посмотрим на последние два года, что на самом деле там происходило. Что мы здесь видим? Два показателя первой ценовой модели, как мы обсудили, первые два показателя у нас выключены. Мы помним, что цена должна оставаться выше этого уровня, иначе они снова отключатся. Таким образом, это очень простая граница, помогающая вам понять, сколько из них сейчас включены. Мы видели некоторые динамики объемов, включались у нас оба показателя, теперь продолжают свои значения. И мы видим передачу богатства от ходлеров в новые руки. Но не забывайте, это очень и очень ранний сигнал. Мы видим, что сигналы появлялись в этих моделях в течение всего 2022-го, хоть их было и мало. То есть, действительно, это всего лишь первые сигналы. Нам необходимо набраться терпения и дождаться подтверждения. Так как в настоящий момент ончейн-активность еще не засигнализировало. У нас нету импульса новых адресов, у нас нету давления комиссий, что должно позволить нам пока не оторваться от земли. Эти два рентабельных показателя. И здесь мы видим, что во время медвежьего рынка сигнализировали всего лишь однажды. Люди собирали заработок во время этих маленьких локальных всплесков. Так что вы понимаете, что данный концепт может быть применен к различным фазам рынка. Хоть эта структура и нам показывает чистый медвежий рынок, данный концепт может быть применен и на другие фазы. И в настоящий момент, хоть у нас и есть целая группа сработавших сигналов, у нас пока еще нету уверенного подтверждения по всем данным показателям. Давайте посмотрим на рынок 2021. И в 2019 все эти показатели стали сигнализировать в апреле. И с точки зрения цены мы преодолели уровень для модели реализованной цены. Аналогично и апрелю 2021. Хоть у нас и не было такого уровня слияния. Были очень ранние сигналы, за которыми нужно было просто следить. Хоть мы на этот момент и не достигли такого высокого уровня убеждения, мы видим, что график стал темно-синим. То есть сработали все восемь показателей по мере приближения к миниатюрному пику эйфории. Остыл показатель довольно значительно. Заметьте синий показатель рентабельности, когда люди забирали прибыли, формируя эти локальные вершины. Но следом за коронадампом все стало возвращаться. Мы видим рентабельность, мы видим появление ончейн активности, мы видим, что ценовые модели заработали. И по мере движения к оперяющемуся эйфорийному бычьему забегу, ходлеры начали тратить свои монеты. И как видите, мы можем использовать эти модели для мониторинга этих разных тем, разбивая их на кусочки, разбираясь в каждом из этих частичек пазла, в попытке ответить на вопрос, восстанавливаемся ли мы от истинного медвежьего рынка биткоина. Спасибо за просмотр этого выпуска. Как я говорил в начале, ссылку на этот дэшборд вы найдете в описании под видео. Это новый инструмент для продвинутых и профессиональных членов. Дайте знать в комментариях, нравится ли вам конкретно эта тема. И надеюсь, что этот набор инструментов позволит вам получить дополнительный якорь, удерживающий вас на земле и дающий возможность понять различные темы ончейн. Мы будем их разделять на части в течение этого года, чтобы вам было легче понять их переварить, для понимания, что из себя представляет ончейнактивность и что нам она говорит, и что является хорошим знаком, а что плохим. Это наш первый шаг в данном понимании, чтобы взять различные части головоломки и собрать их воедино. Надеюсь, вы сможете удержаться на ногах и насладиться всем весельем рынка по мере движения через все эти события. У вас есть данные, которые вы можете приготовить и понять происходящую ситуацию. Как всегда, если у вас есть вопросы, вы можете связаться со мной в комментариях. Увидимся в следующий раз. Всем пока.